Кроме всех прочих интересных явлений, буду пугать тебя в частности этим текстом. Знаешь, что это такое? Писание начала заката. Да. Прочитал? Прочитал. Видишь тоже как интересно написано? Интересно, через Ар. И через Ар? И через Ом. И через ОМ, еще через, допустим, редко употребляемую буквицу Т. А, да, вот это как ША, ШИБА, да? А, да, и здесь еще в тексте есть ряд интересных нюансов. Сам текст по АУМ АРАСЕ я тебе не принес, он очень большой, и как бы, ну, основной строй приблизительно, наверное, где-то уже видел, да? Ну, да, но он неправильный, насколько я понял. Как неправильный? Так это же у тебя не... А, стоп. Так, так... Там наш не в том месте, по-моему. То, что ты в интернете нашел, и неправильный. Ого. Ну, да. Особенно вот эта буква. Ну, 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 хорошо. Ты... Ты признаешь свою никчемность? Да нет, все хорошо. Так что, правильно все? Ну, так бы надо все-таки по тексту изучать. Надо по тексту изучать. У меня есть все эти там. А, конспекты. Ну, 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 да. Ну, говорю же, есть 100 таблиц. О, у тебя уже даже есть... Вот это, вот это хорошо, кстати. Изображение сотворения. У меня есть такие большие подписки. И эту хорошо. Однако, сейчас предоставлю всего лишь несколько страниц с переводом древних надписей. Как письмом до Аум-Ар-Асийским, но близким к ней, так и позднее предоставлю уже тексты, где используются знаки Аум-Ар-Асии. Например, есть так называемая Рам-Гара Российской Федерации. И если прочитать, что на ней написано, то есть выделенные буквицы, то там просто есть надпись Кра. Это одна из древних скифских стыл. И здесь надпись, совмещающая в себе рунические и Аум-Ар-Асийские особенности. Рунических особенностей здесь много, но здесь еще такой интересный нюанс, что поскольку это делалось на камне, то судить о том, изначально ли это рунические знаки, или это просто знаки Аум-Ар-Асии, изображенные несколько угловат, не так уж и легко. Однако О здесь чисто руническое. То есть часто во многих, и даже в глаголице, О часто выглядит как С в обратную сторону. А в глаголице, допустим, как круглое С в обратную сторону с двумя кружками снизу и сверху. Ну, вернее, по одному кружку сверху и сверху. Как это можно перевести? Допустим, эту надпись можно перевести, здесь изображен олень, который как бы в своих рогах несет других животных. И надпись «ЩОНЫ СУЯ», ну, точнее, «ЦОНЫ СУЯ», то есть то, что он несет, имеется в виду. Ну, подозревают, что, возможно, здесь имеется в виду Всевышний, который порождает других богов. Или сила прави, которая порождает мудрость и авинар. Но вообще олень во многих иконографических системах считался священным животным. К тому же здесь стела перевернута, здесь она вот как она, ну, закопана. То есть, получается, олень устремляется к низу. Отчасти концепция может быть сопоставима, как род сверху взял искры и спустил их в материальный мир. Ну, это уже можно гадать, однако, по факту, буквица «Ян» здесь именно в стиле Аум-Ар-Асии. В рунических системах «Ян» такой не было, то есть это или прото-Аум-Ар-Асийское, или непосредственно Аум-Ар-Асийское письмо. Вот это древняя стела. Дальше. Одна из тертеревенчанских табличек. Официально считается, что тертеревенчанская письменность является древнейшей на планете. Правда, как бы, насколько эта письменность, насколько она передавала звуки или знаки, или это слоговое письмо, или буквенное, или какое, сейчас нет однозначного понимания этого дела. И есть переводы разных авторов, от официальных до того же Чудинова, и почти каждый так или иначе высматривает в этих надписях что-то своё. Однако, по факту, некоторые из этих знаков можно перевести, сопоставляя их со знаками Аум-Ар-Асии. Здесь чуть-чуть пополз из-за несоответственно некоторых шрифтов, пополз текст. То есть, единица вообще здесь имелась, двойка здесь, тройка здесь. И смотри, первая идёт буквица С, идёт буквица АР, опять идёт околоруническая О. Вероятнее всего идёт знак Дзералу, который в рунических версиях имел часто такое начертание. Идёт лигатура Шана и Хора. Соответственно, некоторые не совсем понятные знаки, которые можно пытаться переводить как КСИ или что-то в таком духе. Однако, ну, здесь не совсем понятно, что оно такое. И дальше Д, как она имела, разновидность. И дальше другие, я знаю. Дальше О и П, то есть, ну, фактически, как их и сейчас пишут. А это что? А ей? Нет. Это как раз лигатурная композиция, в которой, то есть, если вот эту надпись взять, то получается где-то разбивка такая. Потому что вот, допустим, буквица АЕРН, она... Она в основе. Да. Также можно усмотреть буквицу БОУГИ. Также можно усмотреть другие. По лигатурному сочтению все варианты, которые здесь можно усмотреть, необходимо так и усматриваться. Ну, что и сделано внизу. А цель создания лигатурного? Цель создания лигатурного... Ну, например, так вот, когда мы пишем сейчас на бумаге ручкой, кажется непонятная цель. Кажется, что лучше, допустим, сделать мельче надпись, однако уместить где-то там так же. А когда речь идет о том, что все-таки нужно соблюсти некую красивость, с одной стороны. И с другой стороны, это вырезается на дереве. На дереве вырезать тяжело, во-первых, потому что нужно и нажимать с такой силой, чтобы... Или на дереве, или на камне, или на глине. То есть, на тех предметах у каждого из этих вариантов своя специфика. Дерево может, допустим, растреснуться, поломаться там, или как-то так. Камень можно или сколоть больше, чем надо, или поломать инструмент, или не сколоть, или сколоть как-то крыво. А глина здесь тоже свои нюансы, что, допустим, при застывании она может... Та часть, которая, ну, вокруг там находится, может обломаться и получится как некая вмятина, а не текс. Или еще как-то так. То есть, сложностей здесь достаточно, и поэтому была целесообразность в том, что, если есть возможность... Самая простая, это, ну, допустим, буквица И и буквица Н. Можно, чтобы не делать две палки, не прикладывать усилия, выдалбливая две рядом стоящие палки, можно использовать одну палку, которая у них общая может быть. Так же и в ряде других случаев. А какое-то сакральное значение в этом есть? Сакральное значение иногда добавлялось, когда хотели какое-то явление показать, подчеркнуть целостность этого явления, что это не отдельные, допустим, какие-то понятия, вот конкретно. Или, допустим, как подчеркивание, что это явление нужно понимать только в целостном его понимании. Могли использовать в таком плане. Ну да, ну вот, например, вот С и А. Можно же сделать С, а потом сделать А, уже будет похоже на Е. Понятно? Ну вот здесь так оно сделано, видишь? А эти что значит? Два, два, два. Это? Ну там даются дальше некоторые идеи. То есть, так же, в какой-то степени, это иротайская символика, потому что присутствует крест в круге. И даже не просто крест в круге, а даже анг, потому что крест с кружком сверху. То есть, эта штуковина очень интересная. И, в принципе, данный перевод вполне, как бы, соответствует тому же написанию. Здесь также варианты перевода других надписей тертери-венчанского стиля. И по их стилистике плавно я перехожу к той надписи, которую арабы, когда путешествовали на дохристианскую территорию Украины, Киевскую Русь, записали вот эту надписи. И сейчас многие лингвисты, ну почти все лингвисты, которые так или иначе касаются славянского языка, славянской письменности, упираются в это шурт. И есть, допустим, варианты Серякова и Чудинова. Есть варианты других исследователей, которые берут и пытаются подставить под вот эту надпись значки, которые, в принципе, не особо-то и похожи на то, что здесь изображено. Ну вот как, допустим, тебе такая постановка. Или попытка эту надпись переломать и тоже подставить под что-то не то. Ну это довольно было бы в лингвистском стиле, так что... Ну вот смотри, вот это, то есть надпись поломана, и скручена, и замучена. И к тому же, смотря на эту надпись, у меня не возникает впечатление, что это, собственно, буквенная надпись. А какая? А какая. А вот читай какая. Аревецкий надпись, оттворенный арабом Ибн Эль Недимом, кінець первого тысячелетия нынешнего Эль.